В практике мы расследовали дела неоднократно, где человек, освобождаясь из мест лишения свободы, он спустя какое-то время продолжает свою преступную деятельность, и жертвами вновь становится множество детей от рук этого преступника. Про химическую кастрацию хочу сказать, что с 12 июля этого года уже вступают изменения в уголовный кодекс, где как раз предусмотрено применение принудительного лечения от педофилии. Но педофилия, как уже говорили, должен быть установлен диагноз. Тогда будет применена такая мера. Поможет ли это? Знаете, я, наверное, за родителей задам такой вопрос. Я вам хочу сказать, что педофилов из всех преступников порядка 5%. То есть это самый малый процент? Да. Больше педосексуалы все-таки. И почему, кстати, вот они повторяют, потому что это называется репликативность, повторение. Причем зачастую их унижают, тоже говорят, что не любят их в заключении за такие преступления. И они выходят обозленные. И вот, знаете, как принцип дедовщины психологической такой. Вот меня унизили, оскорбили, и я тоже это сделаю. Плюс это люди, которые до конца не реализованы, им всегда сложно общаться со взрослыми людьми, и им проще подчинить себе ребенка. И поэтому тоже совершается повторно такое преступление, потому что из ребенка сделать проще жертву.